Ребята, наступило добрейшее утро, в 8 утра. Вот с таким видом я проснулся. Что это такое? То ли меня подкармливает кто-то. Что это? Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Эти там, как ходили ночью, так и ходят. Вокруг трака что-то бегают, не понять, что делают. Отсюда, кажется, контейнер, а внутри пюре. Почему-то не картофельное, а, кажется, гороховое пюре. Сейчас надо настроиться, проснуться, выйти. И вблизи посмотреть. А, так а я вот в телефон заглянул. Витек, оказывается, был. Помните Витька из Детройта, кто кружки нам делал? Спишь, еду в гости. Видимо, подъехал, увидел, что я спал. И приятного аппетита мне кружку пью. Витек, так кружка пива и гороховое пюре. О! Так. Витек. Подкармливает. Витек, Витька подкармливает. Витек, что здесь у тебя? Мясо с картошкой. Ну ты вообще с ума сошел. Витек, я просыпаюсь, смотрю, контейнер лежит. Я включаю камеру, говорю. Уже готовил слова про пищевой теракт. Хотел уже извиняться перед незнакомым человеком. Сказать, что, ну, ребят, спасибо, конечно, но пищевые теракты никто не отменял. А тут захожу в сообщение, а это, оказывается, 20 минут назад здесь был. Такое уже время-то, надо было меня растолкать. Да, я думаю, бежим вообще буду будет идти. А я, тем более, времени не было, я отпишу, я заехал на Павелка. Приехал, я же в Калифорнию еще здесь, по дороге еще ехать. Я понял, ну, спасибо, я это блюдо себе на обед теперь оставлю, Витек. Хорошо, спасибо, спасибо, давай, удачи на дороге тебе, спасибо, Витек. Хорошо, да. Блогеров подкармливаешь, ездишь, нас бедолаг, видишь, чипари нас, проклятых. Ладно, Витек, давай, удачи на дороге тебе, спасибо. Давай, пока. Вот так вот, вот так вот и живем. С миру про нитки. Блин, с миру про нитки. В отеле убытки. Надо сделать небольшой обход, проверить, все ли у нас тут крепко. Вот это вот всегда вот моменты меня пугают. Видите, он за линию заехал, а вот так вот припаркуешься, а тачка торчит. И вот что ему стоит сдавать назад и упереться в какую-нибудь машину. Ладно, да хотя, какой ладно, новый Fusion. А если, например, сзади бы стоял что-нибудь 1100 и этот бы бац, видите линия, где у него. Тем более он, там вообще нельзя стоять у него, не парковочное место. Вот так вот, поэтому считаю, что надо парковаться, всегда вот фуры, если вот стоят, допустим, на примере этого ряда, встать так, чтобы это на выезд была часть, лучше задал выезжать, чтобы никто не мог парковаться вот так. О, видите? Видите, что происходит? Сейчас будем подтягивать. Ребят, мне кажется, в Макдональдсе вот эта вот штука самая безобидная. Лепешка, внутри омлет с овощами и кусочки мяса. Две таких штучки плюс кофе, латте. Три доллара, даже меньше с налогом. Ну, это, правда, тоже такое подобие завтрака, но хоть как-то. Ребята, четыре простых звука. Л, А, Т, Е. Имеем слово латте. Меня ни в одном штате не понимают с первого, со второго, с третьего раза. Знаете, как происходит? Так стоишь. Can I have a latte, please? Вот. Она сначала думает, что я с ней говорю о каких-то стройматериалах, наверное. Латте. Sorry. Can I have a latte? Latte. Потом начинаешь ей уже по рубрикам ее гонять. Это рубрика напитки горячей. Hot latte. Кто-то начинает понимать, наверное, все напитки, которые у них есть, перебирает в голове. А, latte! И произносит точно так же, как это говорю я. Latte. Вот, ребят, кто здесь живет, кто уже английский знает намного лучше. Что я неправильно говорю? Latte. Can I have a latte, please? Latte. Latte. Это когда случилось первый-второй раз, но я не обращал внимания. Но когда эти кофе-пайлотовские надоедают, в Макдональдсе замечательно есть latte. Никак вообще, никак. Latte. Latte. Это просто какой-то капец. Я с вами поговорил и пивнул. Are you fucking kidding me? Он мне продал воду горячую. Ну как, ну что я говорю? Ну, latte. Не water. Latte. В Англии. В Англии. Я даже знаю, я даже умею по-американски говорить water. И по-английски могу говорить water. Water. Latte. Latte. Water. Ну в чем разница? Капец, потолка-фигка. Вот не придумаешь такое. Окей, придется пить капучино. Тут-то уж не ошибешься. Мамин, у меня что-то опять там развязалось. Болтался ремень, по-моему. Да, вот оно. О, засунем его вот сюда вот грамотно. О-о-о-о. Правда, во время дождя все ослабевает. Так, а что у нас здесь? Все нормально. Перейдем дальше. Что-то осталось. Вмень 150, наверное. Нет, три с половиной часа, 180 миль. С каким-то диким трафиком, пробкой впереди. Ну, я так думаю, что до четырех. Чего-то запаси есть. Так, вроде открытые они. Успел полчаса до четырех. Наверное, все-таки я сейчас загружу эти два красавца. И поеду уже с пустым трейлером спокойно ждать понедельника. Суббота до 4.30. Главный вход закрыт. Внутри никого стоит только Ford. Смотрите, черный. 20-х годов каких-то. Здесь все закрыто. Сервис закрыт. Магазин закрыт. Здесь ворота. Можно же ворота постучать. Вдруг кто-то внутри есть. Кто тут озеро у них? Не души. Вам видно, что ли? Тонировка хорошая. Попробуем найти еще сзади вход. Может, там все-таки кто-то есть. Уж чтобы совсем сто процентов быть уверенным, что не смогла я не смогла. Вход только для работников. Вокруг обойдем. Наверное, уже пятница, вечер. Все дома кайфуют. Еще одна. Тоже все закрыто. Вот эти маленькие офисы. Здесь компьютер включен. Windows. Может, он его так и оставил. Внутри никого. Серега. Слушай, я приехал сюда на доставку до 4-х. Время 3.13 даже. А все закрыто. Никого нету. И я вижу ящик, куда можно ключи сбрасывать. Можешь с брокером связаться, узнать? Может, я сброшу их тачки и ключи туда в кедровую этот в бок скину? Я спрашивал у нее. Она говорила, что тачки новые. Давай еще раз перенаберу. Ну да, но я до 4-х приехал. Видишь, я гнал. Ну, уточни. Смотри, где у нее здесь труженик какой стоит. Цен нет, наверное, так как в музее стоит. Не продает. Хотя, может, и продается. Видите, как они. Реставрируют. Не так тяп-ляп красят, а как настоящую. Вот сюда пятое колесо поставил. Прицепил на пол. Мотоциклы таскать. Ой, смотрите, вода вся внутри. Под 100 миль в час гонял. Вот это да. На руле не хватает ободка. Здесь, конечно, хотелось бы ковры повесить, кожу обтянуть. Красивый. Закрывается. Два выхода. Первый ждать до понедельника. Второй выгружаться и опять ждать до понедельника. Мне просто до следующего пикапа в понедельник, который у меня, я буду в Копорте грузиться. Помойки брать всякие. Отсюда 70 миль. Час 10 показывает Google мне ехать. И вот два варианта. Или где-то мне здесь заправку искать, ночевать и оставаться. Или сгрузить их и поехать туда ближе. Уже ждать понедельника утра. К Спринфилду. Будем ждать. Серега, мы тебя ждем. Да, Сер. Алло, Юл. Короче, пообщаться ни с кем не удалось, переписывался. Пишут, что вроде бы как можно их скинуть, но тогда они нам оплату переставляют аж на 30 дней. Потому что они как бы не разрешают скидывать новые тачки без подписи. Может быть их по оплате, может тогда их перекинем на этих, на факторинг? Могут не взять, тогда они зависнут и не знать на сколько. По большому счету, по неделе, по времени, в принципе, достаточно. Ну да, достаточно. Тут просто такой колхоз здесь. Даже вот мне сейчас суббота полдня, все воскресенье. Мне даже здесь... Блин, тут сходить некуда. Заняться нечем. Да хотя там и Спринфилду-то особо заняться нечем. Ладно, Серег, понял. Сейчас буду искать, где мне приткнуться на полтора дня. Я понял тебя, хорошо. Ну вот, нашел я отель. Есть для трака парковка. 69 плюс такса, дороговато, конечно. Стоит номер. Ну ладно, переживем в двух минутах от меня. Ну поехали, а что, будем тратить деньги. Отдыхать тоже надо. Но, честно говоря, нету желания у меня полтора дня в траке сидеть. Займусь какими-то интернет-делами. Что-то я не пойму, а где парковка для траков. Вот это, что ли, где я встал. И все. Прямо так вдоль дороги. Здесь маленький отельчик одноэтажный. Или он мне скажет прямо вот здесь вот. Или это вот этот отель. Или вот это. Или вот это. Не, это отдельное здание VIP. Пойдем для гражданских вед. Наверное, он вот здесь скажет, вот так вдоль. Всталай. Говорит сюда, куда-то поставить. Куда-сюда? Сюда это куда? Ну, наверное. А, как сюда? А, вот заехать по этой. И что? Куда ставить-то его? Ну, давайте посмотрим. Любимая рубрика «Проверяем американские мотели». 128 номер он мне дал. В смысле? Я даже не нажал. Ё-моё, начинаются сюрпризы. Это что за ключ был из фольги, что ли? Говорит, ладно, сейчас я все разберусь. Езжай в Уолмарт. Поеду я продуктов себе куплю на полтора дня. Ну, короче, с меня я хотел денег взять за, типа, три дня. Пятница, суббота, воскресенье. Я говорю, подождите, в отелях же считают по ночам. О чем пишет американская пресса? Женщина потеряла 284 паунда на ленивой кето-диете. Том Круз сделал много ошибок. Брэд Питт, оставайтесь в маске. Свадьба у себя на дворе сзади. Вот жена Коби Брайана пишет, как она живет без него уже какое-то время. Оформление обложек примерно такое же, как у нас. Отчет закончен. А тут какие карточки можно? От Волмарта можно приобрести карту. Видимо, ей платить и получать. 1% кэшбэка от Волмарта. Подарочные типа карты, сертификаты от 20 до 500 долларов. На кафешки Starbucks от 15 до 500 долларов нормально. Тут тоже кафешки US Seller, это, видимо, связь. А вот здесь, кстати, AT&T припейт от 10 до 100 долларов. Ну, Google Pay, Apple Store, все знают. Трак с прицепом бросил посреди дороги, между желтыми линиями. Переживаю, или коп подъедет, что-нибудь не так и сделал, или кто-нибудь в дуру врежется там, что-нибудь. Тачки-то новые, но потом стою, держу дистанцию на кашу. Сейчас сзади полицейский был. У этого человека, кто в тележке собирается, спрашивал. Что-то туда показывал пальцем. Где у меня трак стоит, куда выйдет? Про меня ли была речь? Я же так-то особо никому не мешаю. На поворот не мешаю, посредине не мешаю. Мы так и выгружаемся часто. Ну, под дворниками вроде никакого штрафа нету, нормально все. Я же как чувствовал. Потому что я вышел, и он спрашивал, ну, пальцем в сторону дороги показывал у того, кто коляски не собирает. Я быстрее добежал, он, видимо, увидел, что я сел, подъехал на машине. И я поставил, он поставил машину, такой мне махнул, типа, подожди, не уезжай. Он и следом дочь, еще один тоже мигалки включил. Говорит, здесь нельзя останавливать машину. Я говорю, слушайте, ну, часто бывает, у нас нет мест для разгрузки. Он говорит, для разгрузки окей. Если бы, говорит, ты разгружался, я бы даже тебя подстакнул, я бы встал и помог тебе. Но ты не разгружался, ты в Волмарт ходил. Я говорю, ну, сори. Он говорит, не паркуйся, а то, говорит, в следующий раз дам тебе штраф. Я говорю, сори, сори, все, понял. Говорит, давай, уехай, все, уехай. Простил меня. А так бы выписал мне, я не знаю, сколько, 100 долларов, 200. Бог его знает, в разных штатах. Ладно, тут проехали. Как он мне сказал парковаться? Блин, такая горка здесь не очень приятная. Я сейчас там прицепом цепану, наверное. Конечно, цепану. Так, и он мне сказал, прямо ближе к мусорной корзине на траву. Что он там, интересно, мне этот ключ-то подчинил, вытащил из двери. Кстати, хорошо, хорошо, что он не надел. Я думал, сейчас начнется, давай инспекцию сделаем, давай локбук проверим. Хотя сейчас не то время, сейчас вроде как слухи ходят, что полицейские немножко ослабили свои эти тиски и особо не трючат на дорогах, не проверяют. Ну, а тут причина была, мог бы сейчас... Ну, у меня там, по сути-то, все нормально. Ну, проверять это лишний раз, где огнетушитель, где то, где все, где запикапил, когда дропофиш. Нормально, надо по-русски разговаривать. Пошли проверять. Что там творится? Вытащил? Да, вытащил. Сэр, вытащил? Я вытащил его. Слышно. 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 Слышно, спасибо. Вот видите, это кухня, тут, скорее всего, у нас завтрак будет с утра. Можно даже лежа. Ну, что, слоули, так слоули. Нет, это же надо было. Ну, на самом деле, мне кажется, на видео было видно, что я особо усилий никаких не прилагал, я просто большим указательным повернул, потому что ключ в дерьмо. Слоули, окей. Слоули. Ну, со второго раза. Ой, а как маломойкой здесь пахнет сильно. Очень, очень маломойкой пахнет. Так, откроем. Ну, а в целом хорошо, чисто. Для 70 долларов, да, примерно. Такие могут и 50 долларов в сутки, и 30 стоить. Главное, вы знаете, самое главное, чтобы под ободком ничего не было. Смотрите, целая джакузи. Такую ванну надо стелить полотенцем, и ногами на полотенце вставать. Тряпка кожаная. Как определяют, если 5 полотенец, значит, это 4 звезды. Телевизор присутствует, микроволновка мне, кстати, нужна. У меня, потому что с собой от Витька еда есть. Если она работает, это будет вообще здорово. А почему она должна не работать? Холодос, ТВ, живем. Так, трехдолларовую курочку схороним здесь. Огурчики, скал, огурчики сейчас нам нужны. И колбаска уйдет тоже туда. Что там, разогрелась, Витек, твоя? Не, надо, наверное, на минуту ставить. Горчичка. По-английски будет вот так. Огурчики, кстати, удачные. Такие маленькие, плотные, жесткие. Надеюсь, будут вкусные. Во всяком случае, это не огромные эти кабачки. Так, что там за минуту? Да что, сколько ее грить-то надо? Почему так? Про вилку-то я не подумал. Ни ножек, ни вилку нет. Извините, извините. Извините. Может быть, у вас есть шпунь? Да. Спасибо. Ну все, ребятки, живем. Ложка прозрачная, вилка белая. Прям как я люблю. Ничего, Витек. Ребят, я не знаю, в этом влоге было или в предыдущем, но мне человек хороший на трекстопе, пока я спал, на капот поставил еду. Мы так, блогеры, только и живем. Витек, кайф. Мясо вкусное, волокна чувствуются. А про пюре я угадал, гороховые. Еще и порция-то какая, 100% на два раза и 6 огурцов. Все, перекушу, спасибо. Да, вот думаю, как круто, да, я вот на карту смотрю просто. Подзастрять в Сент-Луисе, там дальше Индианаполис, ниже Спрингфилд, Жоплин, помните Жоплин? Но нет, я в деревне Хьюстон, штат Мизури. Тут две улицы, один Walmart, гостиница и почта. И все. Хотя какая разница? Если везде все закрыто, можно и в Хьюстоне посидеть. Витек, спасибо. Тебе жена готовит или сам убил? Наверное, жена. Пойдем уж сам. Кстати, знаете, что думаю, что в понедельник, когда я буду выгружаться, а здесь одна, центровая улица, у меня большой есть шанс опять с этим купом пересечься, который мне подъедет и скажет, ну все, лови штраф, я тебя предупреждал, что не паркуйся между линиями. Потому что тут одна улица, тут по-другому не проедешь. А я смотрю, у меня по соседству здесь, вон, как домики на базе отдыха стоят. Один, второй, там третий целый двор. Как бы не осенило под вечер после ирландца или какого-то другого фильма, пойти к ним в гости, говорит, хелло, I'm Russian blogger, давайте поснимаем, как вы живете. Я думаю, что в таком городе люди не привыкли к гостям. Вообще к иногородним, наверное, не привыкли здесь. А я еще своим нью-йоркским эдитряс. Ребята, я бы вам хотел показать, что происходит. Всем привет, кстати, вот я, как у вас дела. Это я вас погладил, это мои дорогие. Знаете, с каким трудом собрана аудитория. Так вот, я бы хотел вам показать, что происходит. Город, как город, город, много чести. Село Хьюстон, штат Мизури. Обязательно, ребята, обратите внимание. Когда вы услышали Хьюстон, это не Техас, это штат Мизури. Тут пойти просто некуда. Тут вообще просто тишина, вообще нереальная. Ни человека стоит трак, ждет понедельника, скинуть две тачки. И никого, ни души. Я сижу вот в этом номере и пою песни. Если вы думаете, что вы приедете сюда и найдете какую-то социалочку здесь, никого вы здесь не найдете. Имейте в виду. Один коп дежурит на весь село. Ну, как на весь, на все село. Сто процентов там какой-нибудь дежурит. И все. И ничего больше, ребята. Я пытался посмотреть два фильма. У меня, знаете, как получается? Я интерес проявляю к кинематографу. А в первые 10 минут его теряю. Но ссылочка на мой телеграм в описании. Туда я сейчас кидаю песни и мысли. А завтра еще целое воскресенье. Обнял? Пошел. Субтитры сделал DimaTorzok